В России, в том числе и Алтайском крае, кардинально меняется схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Появляются так называемые региональные операторы, принимаются новые тарифы, а собственникам жилья придется заключать отдельные договоры для вывоза мусора. Нововведения неизбежно вызывают немало вопросов, а между тем оно должно заработать в полную силу уже с 2019 года. Продолжим тему с руководителем Центра ЖКХ «Контроль» Сергеем Тастаном. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Ну вот мы с вами стоим, не мы, а весь край стоит на пороге новой реформы. Кардинально меняется схема обращения с коммунальными отходами, их утилизацией, их сбором. Но Алтайский край, он вообще готов к нововведениям? Ну да, мы уже, как вы сказали, на пороге, но мы уже за порог, за первый переступили. У нас есть территориальная схема разработана и принятая. У нас уже получилось, что четыре зоны уже разыграны. Барнаульская, Бийская, Олейская и Заринская. В двух зонах уже с 1 ноября приступили Бийская зона и Барнаульская зона. Они приступили к выполнению своих обязанностей по договору региональный оператор. Поэтому еще остальные зоны тоже подготовлены, разыграны. Только осталась одна Рубцовская зона, которую, я думаю, в ближайшее время конкурс пройдет. И практически мы будем готовы с 1 ноября уже приступить полностью всем краям. Вот вы сейчас говорите о зонах. Давайте поясним зрителям, что это за зона. То есть край поделили на несколько зон, да? В каждой зоне. И что, в этой каждой зоне что должно быть? Инфраструктура своя или что? Да, обязательно. Это вся инфраструктура, которая начинается от сбора. Вернее, сбора на площадках, потом сбора, вывозки региональным операторам, потом сортировки обязательно и переработки тех отходов, которые необходимо переработать, а не утилизировать. То есть в каждой зоне должна быть построена своя модель именно по сбору, утилизации мусора? Да, да. Вот смотрите, знаю, что в каждой из них должно быть построено несколько полигонов, несколько мусоросортировочных заводов. То есть создана такая достаточно мощная инфраструктура. Она создается в этом плане? Какие-то наработки уже есть? И сколько денег-то на это потребуется? Ну, во-первых, она создается на основании территориальной схемы, где есть у нас полигоны, которые есть в реестре, прежде всего, которые ранее стояли, которые необходимо теперь доработать по требованиям последнего норм законодательства всего. Их доработать надо, допроектировать или же проектировать новые. То есть что касается самих полигонов, что касается мусора, мы начинаем не перерабатывающих, главная задача, а сортировочных, потому что нужно отделить где-то 80% отходов всех ТКО, нужно перерабатывать, а 20% всего лишь утилизировать. После того, даже когда переработаются и останутся остатки вот той переработки, скажем, глубокой переработки. Поэтому суммы, конечно, это миллиарды. И мы как раз, как бы контролируя и общаясь с региональными операторами, наставим прежде всего, но они и сами это уже понимают, что основной бизнес заключается не в сборе, не в перевозке и, конечно, не в сортировке. Основной бизнес, сама маржа, рентабельность на переработке как раз вот этих вторичных отходов. Но деньги-то на это есть? Источники какие? Ну, источники, во-первых, на федеральном уровне решается, что будет фонд, который будет так же, как фонд при Минстрое, да, который... Он будет финансировать регионы? Реформирование. То есть он будет оказывать государственную поддержку тем региональным операторам. Но ведь нужны будут и собственные средства, наверняка. Ну, естественно, там в процентном опять софинансирование будет. Но это миллиарды, поэтому без государственной поддержки этот проект назовем государственной мусорной реформой. В ближайшее время, не знаю, там создание какого-то нового полигона, завода, вот что-то вообще будет, предвидится? Да, конечно. Это большая процедура. То есть на самом деле все начинается с проекта. То есть отвод земельного участка, публичные слушания, проект, который будет соответствовать всем санитарным нормам, да, которые полностью, чтобы выполнялись. И потом, после этого проекта, уже будет подаваться на инвестирование как раз с государственной поддержкой. Хорошо, давайте вернемся к тем самым зонам, о которых мы уже немного сказали. Вот я так понимаю, что в каждой из них на конкурсной основе выбрали регионального оператора, который будет отвечать за мусор. Я правильно понимаю? Что входит в его полномочия? Он будет полностью отвечать и контролировать даже в том числе ответственность на нем. Надо вот три таких важных тезиса сказать в начале нашего разговора. Это, первое всего, права каждого участника потребителей, региональных операторов и собственников земельного участка. Вот на три, согласно правилам, разделены понятия, кто в этой схеме участвует, да, и ответственность, прежде всего. Ну вот если говорить о региональных операторах, какие обязанности конкретно у них? В региональном операторах это, конечно, выезд на площадку, они в двух вариантах, контейнерная площадка и площадка для бестарного сбора, когда жители имеют право, как, кстати, пример Японии, там нет такого контейнеров, там просто жители выходят в определенное время, и определенный рассортированный вид отходов они загружают, подают в автомобиль, который принимают у них, да, который мусор вывозят. То есть загрузка, вывоз мусора. Загрузка, вывоз на сортировку, обязательная сортировка, и после уже сортировки, глубокая переработка отходов, и потом уже полигоны для чего? Для утилизации. Это тоже региональный оператор? Это все региональный оператор или на субподряде с тем, кто будет у него. Это он уже определяет. Жители будут, все собственники, скажем так, или потребители и производители ТКО, они обязаны или заключить договор, или уже как бы после получения квитанции в автоматическом режиме они будут платить только региональным операторам. То есть один, получается, исполнитель этой услуги. То есть трое жителей сводится к заключению договора, да? Да, да, да. И к тому, чтобы оплатить эти услуги. Ну, может, как вы у нас помните, региональный оператор по капремонту, и не обязательно заключать. Пришла квитанция, ты уже де-факто, де-юра. Хорошо. Тогда ближе вот к людям. Какова цена вопроса будет за всю вот эту вот новую схему? Не вырастут ли у нас там в разы тарифы? Знаю, что в двух зонах приняли их, еще должны. Да, да. Ну, давайте скажем о тех, где приняли, поскольку это уже свершилось и де-факто, и де-юра. Это у нас Барномынская зона, которая стала 66 рублей с человека, я уточняю, Ибийская зона стала 36 рублей, там 12 копеек, да? Поэтому, на самом деле, если говорить о том, что выросли, вот идет во многих, скажем так, медиаресурсах, что там поднялась, коллапс, катастрофически, это надуманная история, прежде всего. Если сказать о Бийской зоне, то она даже стала меньше, мы посчитали наши эксперты, экономисты, на 20 процентов. В среднем для частного сектора и для многоквартирных домов немножко разница, но в среднем получается 20 процентов. Для Барнавульской зоны же она, конечно, подросла, поскольку здесь другие затраты, экономика другая. Поэтому здесь сюда включается, раньше, если не считалось, и вот переработка с утилизацией именно. То есть раньше потребитель, производитель такого, он за это не оплачивал вообще. То есть здесь все подсчитано от сбора, площадки, перевозки, логистики. Но смотрите, как таковой переработки, утилизации-то еще нету, я имею в виду в условиях новой инфраструктуры, а тарифы уже подняли. Это обосновано? Ну это подсчитано было. Это, во-первых, свои доказательства подсчитаны, все полностью экономику. Региональный оператор защищал перед управлением по тарифам. То есть на самом деле, как у нас всегда есть... Эти деньги пойдут на создание тех же заводов, там, не знаю, полигонов? Скорее всего, вот на это не пойдут. Они лишь бы их хватило на то, чтобы осуществить эту деятельность в начальном этапе. Поскольку там нужны миллиарды для того, чтобы всю инфраструктуру создать. Ну вот, скажем, Бийская зона, да? Они закупили технике только 26 единиц новой техники для сбора мусора. Хорошо, Сергей Дмитриевич, в конце программы очень кратко. Вот с какими основными сложностями сейчас приходится сталкиваться и к чему нужно быть готовым вот в преддверии этой всей реформы? Ну, контролируя вообще этот проект, мы уже видим, что прежде всего это, конечно, мы видим проблему в сельских районах, мы видим проблему в частном секторе, поскольку это вообще никогда не работало. То есть кто хотел, кто туда вываливал, да? Поэтому площадки, нагрузка ложится на собственника земли. Это если в многоквартирном доме, это придомовая территория, где обычно это находится. Хорошо, собственники земли. То есть людям быть готовым к этому? Чаще всего на 100% практически собственниками не является, а является только муниципалитет. Нагрузка будет на муниципалитет, поскольку они должны привлечь средства. Муниципалитеты должны быть к этому готовы. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания.